Я приветствую всех зрителей своего канала. Сегодня мы с вами посмотрим на предметы быта, на посуду и некоторые вещи, которыми пользовалась царская семья. Сейчас мы видим текстильные салфетки с монограммой Александра Третьего. Это настоящие салфетки, которыми он пользовался. И фарфор, соусник из фарфора, хрустальный бокал. Эти предметы антикварные, это вторая половина XIX века. И некоторая посуда была изготовлена к 1883 году. В мае был коронован Александр Третий. И выдувные стеклянные графины с выдувными притертыми крышечками и также с монограммами Александра Третьего. И по традиции они дарили друг другу пасхальные яйца, иногда даже ювелирные. Все яйца были уникальные, такие вот красивые сувениры. Тарелки с портретами, с изображением императора. Монограммы на фарфоре и на стекле. А это тарелка с изображением императрицы. Их портреты, и тоже монограммы на фарфоре. Монограммы наносились вручную на императорском фарфоровом заводе. А это флейты. Ножки у бокалов отличаются, потому что они выдувные и маленькие. Бокальчики для ликера. И выдувной графин. Воздух в крышечке. Все антикварные бокалы, как правило, имеют маленький объем, за небольшим исключением. Николай II любил пить коньяк Камюн французский. И я уже вам об этом рассказывала, когда показывала этот коньяк. И еще штофы с портретами императора и императрицы. И графин в виде короны Российской империи. Тут еще графины. Я в зеркале улыбаюсь, в стекле отражаюсь. И тоже. На графине логотип Николая II. Буква Н, римская двоечка и корона над ними. И здесь еще. Мы видим штофы. И там двуглавый орел и корона. Такие штофы использовались для подачи крепких напитков. И они более раннего периода. Дальше идет коронационная посуда Николая II. Справа видите цвет такой молочный, кремовый. Это кружка с тарелочкой. Такая посуда раздавалась на Ходынском поле. И была она всех цветов и оттенков. Еще я для вас сняла брошку. Это брошь в виде короны. Это не настоящая брошь. Но точная копия броши императрицы. И оригинал был из бриллиантов, рубинов и изумрудов. Дальше посуда царевича Алексея. Тоже графин выдувной. И его стаканчики. Тоже корона и буковка А. Он был единственным сыном Николая II. И болел гемофилией. И подростком был убит вместе со всей царской семьей. Несмотря на размер, такой графин он легкий. Потому что он из тонкого стекла. И даже крышечка, она как лампочка. Практически невесомая. Дальше сервис с монограммой Александра II. Александр Освободитель. Вот такая красота. Я надеюсь, вам было интересно. Я вас всех благодарю за внимание. Желаю вам всего самого-самого доброго. Пока-пока.